ну что привет дима даша лиза мы отправляемся в футбольное путешествие неделя футбола чемпионата мира 2018 года в россии и сегодня мы отправляемся в город самару с нашими друзьями сейчас я поеду буду похватывать их по дороге проедем пензу там мы заночуем и потом 2 июля сегодня 1 2 июля у нас матч в самаре 1 восьмая финала бразилия мексика и еще потом два матча 1 4 в казани и опять же самой я думаю что будет очень круто давай начинаем это в дорогу хороших метров самаре тоже нет а тогда пусть мы рассказываем пока едем мы значит едем на матч бразилии мексика второй матч у нас скорее все будет бельгия кто-то я думаю бразилия бельгия бразилия и третий матч у нас это скорее всего это будет англия колумбия они англия швеция или швейцария англия и какой-то наши нас крестом подъезжаем еще к одному товарищу ванчес ванчес по латиноамериканский вам ос 8 часов ребятки итоговая цифра 8 часов приготовились смотреть сжали попки так сказать пойдем покажу как наш футбол играть мы доехали забыли камеру там два гола забил один гнашей в наши ворота 2 забил кто забил то а дзюба с пенальти все правильных чужих я поставил 700 рублей почему 700 вы спросите потому что у меня в кошельке на букмекерке 500 рублей для коэффициент был хорошим 4000 я считаю он должен выиграть если россия выиграет но если она выиграет и мы 4000 а тошли в россии конечно кому конкретно кудряшову ну что ж мы дошли уже докуда не доходили еще никогда в жизни что делать ребята что нам делать ну во первых быть благодарным за то что мы живем в это славное время а во вторых я думаю надо поверить сейчас все будет хорошо уже 15 лет уже не имеет значения какая команда но это я очень рад что я живу вот вот именно в этот момент потому что сейчас творится история и мы эту историю мы обязательно сейчас заснимем вот на эту камеру джедра мы в зале пензе сейчас поедем на электричке в Самару. Но надо очень сильно любить футбол, чтобы так делать. Если вы не любите футбол, не делайте так. Это прям тяжело. Знаете, еще один непроснувшийся человек. Можно поделиться с вами нашей бедой. Мы взяли билеты туда и обратно, но обратные билеты нам взяли на сегодняшний день, а мы не можем сегодня ехать обратно, потому что Бразилия и Мексика сегодня. Сегодня я за Бразилию, потому что играю. Может, не будет играть, но там есть Фредди. В общем, мы в Тамаре. Доехали. Даже выспались. Ладно, сейчас мы едем на хату, кидаем вещи, видимо, идем кушать. У нас там несколько запланированных мест. Ты в футболку будешь покупать в Бразилию? Ты сейчас из-за Бразилии. Можно. Ты че? Такая жара здесь, ребята. Все, возвращаемся в кондиционер. Еда! Мы едем к тебе. Граждане, наконец-то, наконец-то я сделал это. Теперь я могу снимать себя. Идем в Самаре. В Самаре сегодня плюс 41 в тени, а на стадионе будет все 50. То есть латиносы будут играть в привычные им условиях. А мы посмотрим на Бразилию. Я напомню, сегодня будет представлено еще тремя болельщиками. Возможно, мы купим что-то на футбольном стадионе, какую-то атрибутику, я не знаю. Футболку, наверное, надо купить. Надо вот черную применять на желтую, еще надо кипарь купить, потому что я могу в любой момент отъехать. Самара. Красоты Самары. Жара адская в Самаре. Просто адская. Пока из всех приколов мне очень напоминается один, что здесь бразильцы и мексиканы в Самаре. И они очень разных возрастов. Есть прям дети, есть взрослые люди, есть пожилые люди. Они все в майках своих национальных сборных. Какое-то вот такое единение, да, это прикольное? Да, не понимаешь, где ты находишься. Да. Есть диссонанс. Сидит какой-то бразильский дедушка на завалинке. И что ты там рассказываешь друг другу? Бразильский дедушка на завалинке. Ребята, когда это было в последний раз? А я вам отвечу. Никогда. Это круто. Знаменитый ресторан называется «На дне». Здесь Шоколевская бина. Побывать здесь и не побывать в этом ресторане – это присправление. Все, пойдем. Мы на дне. Конечно, чертовски шумный бар. Это 3 часа дня. Вечером здесь вообще, наверное, сесть негде, встать негде. Вчера мы хотели сюда пойти, но здесь явно был ад. Потому что все сюда идут. Здесь самое вкусное пиво «Жигулевское». Если вы хотите попробовать пиво, вам на дно. Здесь есть пиво, где-то рыбка есть. В общем, сейчас полно иностранцев. Посмотрите, сколько это. Очень реально, конечно, иностранцев. Вообще потому, что у них пособие, когда подают. И это отмечено как самое крутое место. Здесь, в правом бюлере, вообще какая-то. Очень круто. Мы в Самаре идем к стадиону. Чтобы дойти к стадиону в Самаре, надо чуть заниматься ходьбой и бегом. Без физической подготовки нельзя. Где-то надо километров скупом. Два, три, два, три, два, полтора. Поговариваю, что полтора. Говорят, полтора, но на жаре 36. У нас суток просто в тенечке. Это все превращается в просто муки адские. Что вы здесь делаете, ребята? Расскажите. Мы стоим в километровой очереди на раскраску лица. Такой же вот раскрашиваете. Пытаемся раскрасить его по-другому. Более естественными церами. У вас какая цель, молодой человек? Бесцельными, да? Вот такой очередь нам придется отстоять. Вроде как они такие очень горячие парни латиноамериканские. Но в общем все позитивно. Прям невероятно позитивно. Просто чудо просто. Это чудесно. Субтитры сделал DimaTorzok У нас очень приятные мексы сидели и какие-то прям, а, очень позитивный бразилец, он сходил меня целовал все время. С дороги я ему говорил, ну что, пошел? А он все время лазил за пивом. Такой прям молодец. Кстати, я должен купить футболку в Бразилии, да? А теперь Жак. Сейчас пойду покупать футболку в Бразилии. Мекси, наверное, на меня обидится, но надо что делать. Едем обратно в Пензу, мы там оставили машину, забираем машину, пару дней потусуемся там, там еще есть пацаны знакомые, мы там сыграем футбол, поработаем чуть-чуть и отправляемся из Пензы в Казань. Пойдем в Казань на матч Бельгия-Бразилия. Ну пока на время прощаемся с Самарой. Спасибо тебе большое, Самара. Мы скоро вернемся. Продолжение следует.